Жизненной стойкости ветерана труда пенсионерки Фаины Макаровой мог бы позавидовать герой известной сказки Андерсона. Фаина Фёдоровна работала до 72 лет. Сначала более 40 в проектном институте в должности главного инженера. В 65 лет вышла на пенсию, после чего устроилась на другое предприятие завскладом. Работать перестала только в 72 года. Сейчас, когда ей 84, Фаина Фёдоровна редко выходит из дома, сильно болят ноги. По хозяйству ей помогает социальный работник. То продукты принесет, то пол протрет. Она же и убедила свою подопечную сделать прививку. Я всегда говорю, риск – это благородное дело, но рисковать здоровьем своим и здоровьем своих близких – это просто невероятная глупость. Я полагаю, что каждый должен прийти сам, дать для себя свое решение, принять такое решение, чтобы пойти и сделать эту вакцинацию. Вакцинация – это дело очень хорошее. Сотрудник соцслужбы Татьяна Гаизулина трудится в этой сфере 7 лет. Рассказывает, практически все подопечные привиты, как и сами работники. Ведь у каждого на обслуживании находится не менее 12 человек. Все эти люди – пенсионеры и инвалиды. И коронавирус для них смертельно опасен. С Фаины Федоровны у нас все замечательно. Она очень приветливая, добрая, всегда предлагает попить чайку. Она очень хорошо, кстати, печет пироги. У нее все всегда дома так это. Приятно и хорошо. Мы всегда с нашими предопечными проводим беседу по поводу вакцинации. Что вакцина очень нужна в нашем мире, потому что у них, у пенсионеров, очень слабый иммунитет. И чтобы избежать серьезных заболеваний, чтобы не попасть в больницу, вакцина очень необходима. По словам медиков, вакцинация эффективна и пока единственный способ обеспечить выработку коллективного иммунитета. В группе наиболее высокого риска тяжелого течения болезни и неблагоприятного исхода относятся люди пожилого возраста. Всем им рекомендуют пройти иммунизацию, а тем, кто привился более полугода назад, сделать ревакцинацию. Виктория Шарая, События.